здравствуйте друзья специально для проектного офиса развития арктики мы прибыли не куда-нибудь а к настоящему арктическому дизайнер а к анастасии лайтер находимся у нее мастерской данности здравствуйте с нами ее манекен наоми и такой манекен который является базой для создания новых шедевров до настя ты телеведущая и дизайнер и мама вот ты все это совмещаешь на и что ты начала заниматься дизайном во время после второго декрета во второй декрет точнее дизайном одежды до во втором декрете мне казалось я никогда в жизни не освоим конструирование одежды я подходила к этому с разных сторон шила по готовым выкройкам у меня мама всегда шила и шьет и мне всегда хотелось создавать одежду я думала что это что-то такое невозможно сложное создание выкройки на живого человека поэтому я подступалась очень осторожно я начинала с сумок я даже участвовала в конкурсе на моднение и заняла а получила приз за оригинальное пластическое решение это были сумки-трансформеры они могли менять свою внешность в итоге освоила даже метод наколки ты сейчас очень такой модный прогрессивный метод когда одежда создается либо на живом человеке сразу накалывается булавками ну как сказать нет оно не опасно если ты не будешь втыкать булавки в живого человека либо на манекене манекен чем хорош он не шевелится он не говорит что он устал ты единственная у нас в регионе в арктическом поясе который проводит такие вот интересные необычные перформансы связанные с арктикой у меня связи с этим вопрос когда ты проводишь ты думаешь сразу о том где ты будешь его проводить то есть что это не просто там какая-то территория а это именно арктическая зона и это будет как-то влиять на твою одежду на то что ты покажешь первый перформанс который у меня был я проводила на берегу северного ледовитого океана мы поехали в териберку это была итоговая работа по курсу наколки и мне хотелось сделать платье с крыльями чтобы они развивались на ветру чтобы это было очень шедеврально нужно было как-то хорошо отчитаться по итогам мы приехали в териберку пришли в бухту и ветра не было а у тебя был нужен но в принципе да но потом как выяснилось я создавала этот макет в спешке и конечно я поняла что можно было бы и крылья сделать длиннее это было бы намного эффектнее вот я создавала ветер с помощью оставшихся лент каким-то таким образом следующий перформанс я создавала на берегу кольского залива это был мороз минус 25 примерно так и получилось очень спонтанно я увидела утром по телевизору челлендж frozen pants челлендж замороженные джинсы по всему миру люди замораживают зимой джинсы вывешивают их они схватываются и по видео было ощущение что это будет долго замораживаться одежда потому что но джинсы и ткань плотная и может быть градус был не такой низкий я в этот же день собралась забрала манекен взяла кусок ткани у меня была просто полупрозрачная газовой ткани было несколько ветров я приехала на берег кольского залива я не глушила машину потому что было очень холодно у меня были толстые теплые перчатки на них были самые большие резиновые перчатки какие только можно было найти в магазине я была в ватных брюках теплые куртки я не глушила машину потому что Боялась, что я замерзну, и надо будет срочно ее, допустим, заводить, да. То есть машина стояла в работе, я вышла, поставила манекен, надела на него ткань, соорудила такую конструкцию, чтобы капюшон получился. Надела ткань, посмотрела, намочила ткань, и она сразу замерзла, вот мгновенно. То есть я думала, что я буду выправлять, а оказалось, что я уже потом замерзшую ткань выправляла. Вот надо было челленджи проводить, да? Да, на берегу Кольского залива в минус 25. Слушай, а считаешь ли ты, что Мурманск, вообще Мурманская область, недооцененный регион с точки зрения дизайна одежды, дизайнерских каких-то мероприятий и тому подобное? Хотела бы ты больше движухи в этой сфере? Хочется, конечно, много творческих мероприятий, не хватает иногда каких-то выставок, каких-то действительно челленджей может быть. Но, с другой стороны, я не считаю, что мы оторваны от мира, потому что у нас рядом и за границей финский, норвежский дизайн – это очень интересные дизайны. И, допустим, ты когда приезжаешь, даже если в однодневку, как мы обычно ездим, ты напитываешься и уже что-то новое можешь придумать. Это влияет, да? Это влияет, да. Опять-таки, мы на краю земли, можно сказать. Или в самом ее начале. Или в самом ее начале. У нас много ветра, и я за собой наблюдаю, что мои перформансы, они связаны с вот этой воздушностью. То есть, я всегда рассчитываю, как одежда будет развиваться. То есть, вот платье с крыльями, замороженная одежда, она все равно как-то была связана с этим ветром, ее прозрачность, ее форма. Новый перформанс Анастасия специально подготовила для проектного офиса развития Арктики. Сегодня мы его проведем и вам покажем, да? Да. Давай, давай о нем как раз и расскажем. Это вот у нас Наоми, и на ней вот я вижу куча рубашек, куча рубашек. Сколько рубашек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, минимум я насчитал, даже больше, скорее всего. Я думаю, штук двадцать. Штук двадцать. Этот перформанс, он, во-первых, о том, что мы должны беречь природу и не выбрасывать вещи сразу. Очень много покупаем, да, всего. Мы очень много покупаем одежды, мы засоряем природу не только пластиком, но и одеждой. И отрасль моды, сфера моды, она одна из самых сфер, она из тех сфер, которые больше всего производят вот этого массового продукта. Да, и мы можем говорить о том, что качество одежды, допустим, стало хуже, чем раньше, и поэтому мы оправдываем себя тем, что мы покупаем одежду каждый сезон. Я думаю, что и карантин нас заставил пересмотреть свой взгляд на вещи. Кто-то перебирал вещи у себя дома, кто-то просто пересматривает свое отношение к вещам. И, кроме того, этот перформанс, он говорит о том, что любое большое мероприятие, любое что-то большое, оно создается из малого. Ведь, по сути, это один предмет одежды, а с другой стороны, он создан из многих вещей. Но он же не может жить без всех остальных. То есть мы не можем жить оторвано от других людей. Все равно все мы друг на друга влияем. Если я уберу половину, баланс нарушится и упадет манекен. Вот эта вот вроде бы основная верхняя рубашка, она не будет настолько интересна и красочна, если за нее не будут цепляться все остальные. Мы все разные. Это говорят рубашки. Да, даже если присматриваться, вот это красные рубашки, а это малиновые. Ну, для меня это, конечно, все красное. Вот это, кстати, разница... Но это неправильно, да, восприятие цвета мужчин и женщин. Да, да, да. Это разница в восприятии цвета мужчин и женщин. Хотя кажется, что это цельная, монолитная вещь, но она создает из многих вещей. То есть, так же, как наш жизненный опыт состоит из огромного количества событий, которые с нами происходили. Так же, как если мы что-то делаем в жизни, все равно мы не можем забыть о том, что у нас есть за плечами. Неважно, это корни наши, это какой-то наш просто жизненный опыт, это события, которые предшествовали, или наше настроение. В любом случае, все на все влияет. Так же, как Арктика не может быть отдельно от всего остального мира. В этом же и есть гармония. Ну вот сейчас мы перемещаемся из студии, творческой мастерской, место, где Анастасия придумывает и воплощает идеи в жизнь, на берег Кольского залива, чтобы провести этот перформанс. Да, как мы его назовем? Давай там придумаем. Там мы придумаем. Поехали, да? Ну вот мы с вами оказались на берегу Кольского залива с Анастасией Лайтером и проводим перформанс для проектного офиса развития Арктики и Арктики в целом. Настя, расскажи, что мы хотим этим показать? Я думаю, что пока мы ехали, у меня родилось такое название – величие малого. Все, что мы создаем, оно состоит из маленьких каких-то частей, деталей. И мы всегда оставляем свой след. Как бы мы не хотели все стереть, какие-то вещи, у кого-то память о нас остается. Вот, наверное, так можно назвать – величие малого, потому что все состоит из маленьких частей. И кроме всего прочего, мне кажется, вот эта возможность переработки вещей, их переосмысления, придумывания, что с ними можно сделать заново, оно поможет нам тоже задумываться над тем, что чистота Арктики, чистота вообще территорий, моря, она зависит ведь только от нас. Если мы будем наводить порядок там, где мы живем, вот как на этом берегу, недавно навели порядок, и здесь приятно, очень много людей сейчас в такой погожий день, то всем нам вместе станет лучше. Давайте внимательнее относиться к своей жизни, к природе, вообще к миру. Отлично, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok